И всем привет! С вами Ростиксон, я криптоблогер, и в этом видео я расскажу о своей технике Realme и почему я выбрал именно эту фирму. В этом видео я обратил внимание лично основные аспекты, которые важны мне, но по ссылке в описании вы можете прочитать две моих авторских статьи, в которых я рассмотрел все технические стороны техники Realme, которую я использую. Я вам покажу технику Realme, которой пользуюсь я и моя семья, а также расскажу немного о себе. Первые весомые деньги я заработал на Алиэкспресс, а именно я жил на севере, все магазины, которые были у нас в городе, платили много за доставку, и вследствие чего у них все было довольно дорого. А я увидел, что на Алиэкспресс бесплатная доставка в мой город, а цены на телевизоры очень дешевые. Таким образом я понял то, что можно заказать телевизор и продать его в своем городе, и так я продал более 50 телевизоров. Кстати, сейчас вы увидите пару фоток с телеками и заказами, чтобы у вас не было сомнений в моих словах. Заработал я тогда более 5000 долларов за 6 месяцев, а также я еще больше полюбил Алиэкспресс, но слишком сильно я его переоценил. Заказал я как-то там самый дешевый и простенький смартфон, как сейчас помню самый дешевый, какой можно было себе представить, за 4500 рублей. Но я сразу понял, что скупой платят дважды. Телефон лагал, но я все же пользовался им где-то 5 месяцев, но потом я понял, что пора бы купить телефон получше. В магазинах в моем городе я даже не думал покупать. Но тут я уже решил, что нужно подойти к выбору смартфона более ответственно. Тут уже я начал фильтровать смартфоны и по заказам, и смотреть, что мне нужно самому. А мне нужна была хорошая память, ну и хорошая камера. Именно поэтому я выбрал Realme 5 Pro. Сейчас даже зашел в заказ и проверить, по чем я его попал. И со всеми скидками тогда вышло около 12300. А это даже сейчас отличная цена. Да, 128 гигабайт, 48 мегапикселей, быстрая зарядка и неплохой процессор. А самое главное, дисплей 6,3 дюйма. Так, вот сейчас этот телефон в моих руках. Он до сих пор работает, и еще недавно я его использовал. Какой телефон у меня сейчас, узнаете скоро. Так вот, в то время это был лучший и самый дешевый среди конкурентов телефон с такими характеристиками. При этом сертифицированный в России. Кстати, для тех, кто будет заказывать с Алиэкспресс, советую сразу заказывать несколько стекол и чехлов. Я так делаю, единственный минус, они приходят позже дней на 20. Так как чехлы и стекло идут из Китая, а смартфоны уже в России с Тмола. Так вот, тогда было идеальное время. У меня уже были свободные средства, телеки хорошо продавались, но становилось как-то скучно. А не всегда же играть в игры. Как я говорил, так как я продавал телевизоры, у меня и само появился большой телевизор. Но я там смотрел практически только один канал, это РБК. Смотрел там курсы акций, прикидывал, но понимал, что денег как-то маловато. Еще в сентябре 2020 года считал и понял, но пока явно не стоит. А вот и февраль. У меня, как я говорил, появились свободные средства, все шло неплохо, но довольно скучно. И тут Медведева убирают с поста. По этой причине рубль укрепляется, доллар опускается до 60 рублей. Я тогда, немного подумав, купил 1100 баксов по 63 рубля за штуку. Ну или около того. Ну, в общем-то, тоже скука. Лежали тогда эти бумаги у меня на столе, а как я потом понял, даже на депозит я не мог их положить, так как мне меньше 18 лет. И мне там нужны были какие-то разрешения от родителей. Хотя, может, работники банка и ошиблись, так как мне даже не хотели менять рубли на баксы в обменном пункте. Говорили, мол, нет 18, значит нельзя. Но тут я остался на какую-то статью в кодексе, и мне все поменяли. Но вот есть у меня эти доллары, как я говорил, все равно скука смертная. И к чему же я так долго подводил? А к тому, что неожиданно наступил март. Коронавирус. Доллар поднимается до 80 рублей, а все акции, ну, особенно многие голубые фишки, необоснованно падают. И тут я понимаю. Это идеальный момент. Многие компании были недооценены. Я пошел менять доллары на рубли, когда наоборот, все их покупали по 80. Я беру рубли и начинаю смотреть, как купить акции. Сложная эта штука оказалась. А сами для меня, оказывается, нужно заводить брокерский счет. Да еще и на человека, кому больше 18 лет. Но тут главное желание. Я договорился с родственниками. Сделали мне ак, но так как я торопился, то я открывался двери. Да еще и открыл индивидуальный инвестиционный счет. Закинул туда средства. Самое смешное, что открыть счет можно онлайн, что я и сделал. А закрыть только в паре центральных офисов, которых всего-то 5 штук по России. Но это я узнаю потом. А самое главное, я начал развлекаться торговлей акциями. Конечно, тогда я зря туда-сюда бегал. То покупал, то продавал. Но было весело. Я получал тогда первый опыт убытков и получал первую прибыль. И все это благодаря телефону Realme 5 Pro, потому что я делал все это на нем. Память я использовал по полной. Закачивал сериалы и смотрел, когда был в дороге. В общем, так потихоньку я начал понимать, чем вообще акции отличаются друг от друга. Узнал больше о голубых фишках. И понял, что вообще стоит за акциями. Еще в марте один из друзей мне звонил и говорил про биткоин. Он тогда падал до 3000 долларов. Но я тогда был так увлечен акциями и проблемами, которые сразу начали появляться с момента их покупки. Так что криптовалюту я отложил на потом. Может и зря, а может и нет. Но я поглядывал за биткоином. Да еще и по РБК крутили его курс. Думаю, это тоже повлияло. И тут у меня уже плюс-минус начинает появляться какая-то прибыль с акции. Потому что вроде как мартовский кризис начинает проходить. И все это я делал на Realme 5 Pro. Покупал акции. Покупал телевизоры на Алиэкспресс. Играл в игры, делал фотки, видосы. В общем, все было довольно хорошо. Прошло какое-то время. Я уже начал разбираться в акциях. И начал потихоньку интересоваться криптовалютой. Когда я думал, что подарить маме. У меня уже был ответ в голове. Это должен был быть смартфон. Если смартфон, то это сразу Realme. Дальше стал только выбирать модель. Маме нужна была хорошая камера. Память. Столько, чтобы не задумываться о ней. Да, и я тогда хотел купить телефон, который будет получше, чем мой. На тот момент. Тогда я выбрал смартфон Realme 6s. Оперативной памяти 6 гигабайт и 128 гигабайт обычных. Тут я говорю о самых важных для меня аспектах техники. А полный обзор техники с всеми важными деталями я сделал в двух статьях. Можете прочитать по ссылочке в описании. Так вот, со всеми скидками я тогда купил его где-то за 15 500. Что очень дешево для такого крутого телефона. Кстати, телефон был куплен 12 декабря. И работает до сих пор отлично. Маме нравится и он до сих пор выполняет все свои функции. Далее я спокойно торгую и использую по максимуму свой Realme 5 Pro. Довольно часто его подкидываю и он часто падает. Но с ним все так же хорошо. Тут я выбираю электрическую щетку. Так как моя старая сломалась. Поэтому я решил купить себе щетку Realme M1. Синюю. Отличная щетка, много режимов пользуюсь. Большинством из них. А также просто меняю насадки и все. Вот у меня и начинается образовываться целая семья из продуктов Realme. Но это только начало. Далее я понимаю, что мне нужны наушники. Смотрю какие купить. Понимаю, что мне нужны именно беспроводные. Я начал читать про Realme Batsero Pro. И выбрал их. Черный цвет. Так как у них отличная цена, отличное звучание. И полная совместимость с продуктами Realme. Но чего-то не хватало. Хм. Тут и день рождения был у моей сестры. И подарок был ясно какой. А именно электрическая щетка Realme M1. Но уже белая. А вот просьба к Realme. Сделайте еще третий цвет щетки. Например, красный. Так как я хотел купить третью щетку для своей второй сестры. Но не стал. Так как мы бы путали щетки. Так как цвета всего два. Дальше все шло хорошо. Вроде и наушники крытые есть. И телефон. Но я понял. Что что-то мне уже стало маловато Realme 5 Pro. Пора бы и себе купить новый смартфон. И я выбрал Realme 8 Pro. А именно у него было все, что мне нужно. Отличная камера. 108 мегапикселей. Много памяти. Разрешение супер крутое. В общем, идеальный смартфон, как по мне. Поддерживает все игры на крутых настройках. Подробнее вы сможете прочитать в моих статьях. Где я рассмотрел все преимущества техники. Которые у меня есть. И которые я пользуюсь лично. В этом видео я рассказал больше о своей жизни. И как сильно мне в ней помогли девайсы от Realme. В общем, не забывайте оставлять свое мнение по поводу видео. Какие у вас есть смартфоны Realme или техника. Читайте мои статьи. И удачи. Будьте аккуратны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова